Ну, знаете, мы сегодня... А я, на самом деле, вот уже до того, как наши гости появились у нас в студии, видели вот эти вот их... Я буду с тобой наблюдать! Нет, вот эти вот споры уже у ребят начались! На ученых среде тоже это есть! Возможно, это было, но когда я отвернулся, если честно... Да-да-да, вот он! Ну, на самом деле, сегодня мы не решились с теми раздора между мужчинами и женщинами. У нас в лаборатории все дружные, и мы просто хотели показать, как мужчины и как женщины подходят к науке. Никому не секрет, что у мужчины три главные цели в жизни. Это построить дом, посадить дерево и стать профессором. И вырастить сына, естественно. Кто как хочет, может ими выстраивать какую последовательность. Может сначала дерево, потом из дерева сделать дом, ну, и может быть, как папа Карло, еще из дерева сделать сына. Мы начнем с дома. Мы начнем с дома сегодня. Дом у нас будет, естественно, необычный, будет он научный. И мы придерживаемся минимализма сегодня с вами. Будем строить исключительно из гвоздей. Есть дома, где не используют гвозди, а у нас будет исключительно из гвоздей. Вот, можете пока положить свой планшет. Чуть-чуть одно произошло, гвоздь стоит. Да, основание есть, фундамент есть, одна колонна. Остается нам совсем немного это накидать. Молотка нет, я смотрю. Молотка нет. Зачем? Настоящие профессионалы без молотка работают. Настоящие мужчины. Настоящие мужчины-профессионалы лучшие в мире. Просто вот так, ладони. Да. Пальцем. Это если вы только владеете кунг-фу или ушу или еще чем-нибудь. Смотрите, в общем, сейчас нам нужно будет составить гвозди в очень простой, в логической мужской цепочке. Смотрите, то есть я вам сейчас покажу несколько гвоздей, а дальше вы сами составите. Я думаю, может быть, даже вы делали уже такой дом. Ну, давайте посмотрим. Минимум. Хорошо. Надо выяснить. Да, сейчас мы расставляем их в очень предельно простой последовательности. И можно такой дом. Интересно, чем же она простая, эта последовательность? Логично так. Чуть-чуть. Сейчас вот я предлагаю вам тоже несколько... Все на этом гвозди делать или дальше? Да, да, на этом так же. Так. И можете еще один поставить. Так, еще пододвинем чуть-чуть. Расставляем их приблизительно на одинаковом расстоянии. Так, хватит. Да. И теперь еще сверху мы кладем один гвоздь. Теперь берем всю нашу конструкцию. Поднимаем. Хрупкая конструкция. Да, кажется хрупкой, но на самом деле сейчас мы увидим. Вот, у нас получилась такая незамысловатая конструкция. Крыша. Теперь мы ее помещаем на гвоздь, на основу. Так. Одна у нас отъехала, но ничего страшного. Просто Саша ее положил неаккуратно. Ну, это не профессорские, конечно, но ничего страшного. Смотрите. Сначала там можно. То есть дом у нас практически уже готов. То есть крыша есть. Нет у нас, конечно, только черепицы и окон и двери. Да всего, в принципе. Ну, всего. Нет мебели, нет еще бы техники. Но я думаю, хотя бы в декоре нам поможет профессор. Да, в декоре я обязательно помогу. Мы самое сложное сделали, мы можем отдыхать. Дом построили. Пойдем телевизор смотреть. Скажите, что дом у нас как построен. Дом у нас построен очень просто на самом деле. То есть, я как сказал, ты можешь сделать такой же дом себе и еще дом. Почему же он у нас не рушится? Я вижу, то есть у всех в глазах. Вопрос, да, повис. Потому что там клей. Это было через счет просто. Ну, я что-то не додумался. Нет, почему же не рушится? Вот эти гвозди, которые у нас, то есть, получается, свисают, которые мы накладывали шляпками, они у нас держатся при помощи того, что у нас есть сверху гвоздь, как мы положили. Почему же у нас не рушится, впрочем, вообще вся конструкция? Она у нас, можно сказать, монолитна. И держится на одном только вертикальном, горизонтальном гвоздь. Нет, вертикальном. Вертикальном. Да. Ну, по сути, это система равновесия. Это система равновесия, это точка опоры, да, которая находится ниже центра тяжести. А гвозди вот здесь сцепляются шляпками, получается? Да, они сцепляются шляпками. Вот эти два гвоздя, которые лежат горизонтально, они являются скрепителями, да, вот это все конструкции. Все просто. Мы не выдумываем. Делаем все четко, по законам. Да, ну, мне, собственно, только порадоваться, что настоящие дома более крепче, чем вот это конструкция. Ты просто не знаешь, на самом деле, как там все строится. Слава тебе, Господи, что ты не скажешь? Ну ладно, мужчины руководствуются логикой, у них какой-то блеклый, я считаю, эксперимент. Одни гвозди, доска, да. А у нас, как у прекрасной половины человечества, будет очень яркий, красивый эксперимент. Мы будем делать декор для этого чуда дома. Будет лава-лампа у нас. О, это я люблю. Да, в 70-х, 80-х годах очень распространена была как раз такая. Да, она и сейчас стала. Да, и сейчас она стала. Саша, ты дом построил, подожди. Я смотрю-смотрю. Давайте мы с вами добавим воды, буквально 250 миллилитров. Смотрите, а то мне плохо видно сверху. Я смотрю. Давайте, давайте, давайте. Все, да? Все, да, все. И теперь надо подкрасить воду, чтобы она была красивая. Пожалуйста, вам спасибо. Ну, конечно, хотелось бы что-нибудь. Много или нет? Сколько? Давайте я вам скажу, когда хватит. Вы прям леди. А подкрашиваем чем? Что хватит? А подкрашиваем красителем обычным, пищевым. Собственно, как и всегда. Так, вот у нас отличный малиновый клубничный. Коктейль, да. Клубничный, наверное. Кстати, розовый мой любимый цвет. Я же девочка. Это, впрочем, могли бы профессоры не говорили. Что есть у любой хозяйки на кухне, это масло. Добавляем масло. Давайте добавим его прям по стеночке, чтобы он стекал. Паннушки сейчас. Наливаем, наливаем, наливаем. А, прям до конца практически. В смысле, до конца? Всю бутылку? Нет, вот до 500 миллилитров. Ой. Как я там не вижу. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь как бы русская душа у нас. Не жалко, да? Не жалко, не жалко. И сколько не жалко. Все, хватит. Как можете видеть, там сейчас уже чудо произошло. Уже чудо произошло. Масло находится сверху. Масло и вода не смешиваются, потому что эти жидкости имеют разные плотности. Масло легче, чем вода. И для того, чтобы заработала наша лавалампа. А профессор, это для чего у нас будет использоваться? Этот фонарик мы будем подсвечивать для пущего эффекта. Предоставляю вам честь добавить туда хвост. Просто бросать. Сейчас будет взрыв? Взрыва не будет. У нас заработает лавалампа, мы посмотрим, что произойдет. Так. Подсвечиваем нас снизу. Понимаю, правильно профессор. А, подсвечиваем нас снизу, спасибо. Так, сейчас давайте немножко света притушим, да, чтобы было лучше видно. О, вау, как говорится. И получается вот такое чудо у нас. Буйство красок. Это медитативная штука на самом деле. Конечно, она и расслабляет, и радует глаз. Можно поставить на тумбочку прикроватную, например. Мне кажется, профессору, в моем доме как раз не хватало какого-то релакса. А я вот сейчас думаю, отдавать ваш дом или не отдавать? Может быть, на себе я ее оставил. Давайте геродически после эфира расслабляться и Очень красиво, на самом деле. Ну что ж, спасибо. Просто закупиться аспирином и добавлять его туда периодически. Да, это вот самое главное. Геродически добавлять аспирин туда. У нас в гостях было шоу профессора Звездунова. Мы сегодня строили дом и сделали лавалампу. Декор к нему. Декор, да. Спасибо вам большое за этот отличный эксперимент. Ну а далее у нас что по плану? Далее давайте послушаем.